Сергей Евгеньевич, завершилась конференция, посвященная памяти Евгения Михайловича Чумакова, научно-практическая конференция «Интеграция науки и спорта». Ваши первые ощущения, буквально несколько минут назад завершилась, что предполагали и что получилось, ожидаемое и реальное? Ну, для меня, как, собственно говоря, идеолога этой конференции, я всегда готовлюсь. Ну, то есть я знаю, что какие-то формальные признаки будут соблюдены, то есть мы, в общем-то, много ничего не меняем, такая устойчивая формула проведения. Какие потенциальные возможности, то есть, условно, максимум, что можно было, это привлечение специалистов к проведению на английском языке. Что не очень вызывает такого позитивного отлика у наших, нашей русскоговорящей публики. Но, тем не менее, для того, чтобы говорить на каком-то уже международном языке, а мы его позиционируем как международный, но все равно и публикация у нас есть, сборники публикации наших коллег из Европы, выступления магистрантки из Китая с интересной темой. То есть, ну, такой запах международностью присутствует. Это вот такая одна из тем. А в части того, правильно ли мы выбрали вектор, в правильное направление мы движемся, и сегодня ректор об этом сказал на открытии. Он говорит, отрадно видеть, что это не только самбо, и мы не выпячиваем себя, а мы, являясь самбистами, создаем некую платформу, на которой люди, представляя различные дисциплины, различные виды спорта, различные направления научной деятельности, они могут доложить результаты своих исследований. Причем здесь были и студенты, и магистранты, и аспиранты, как молодые, так и достаточно взрослые. То есть, вот эта вот, ну, скажем, палитра такая, достаточно яркая, она как раз говорит о том, собственно говоря, как лакмусовая бумажка, то, что члены жюри, несмотря на такую насыщенную программу, все остались довольны и сказали, ну, вот, надо же, какая-то особенная конференция. То есть, не было такого. То есть, были посильнее и послабее доклады, но в целом, какая-то вот такая линия, мы ее держали, да. Ну, и вторая лакмусовая бумажка, то есть, это как бы отзывы, когда мы внутри общаемся. Другая лакмусовая бумажка, это количество заданных вопросов. То есть, мы практически выпали из графика. Почему? Потому что, если интересная работа, интересные исследования, интересная проблема, то и жюри хочет задавать как можно больше вопросов, для того, чтобы узнать больше, какие-то уточнения получить. И это, в принципе, тоже очень хороший сигнал, что мы на правильном пути. Вы увидели в сегодняшней конференции такие вот хотя бы, или уже видно, что есть работы, которые реально, можно сказать, вот как сегодня один из профессоров, да, в жюри, давно сидел, я его зовут, не его зовут. Она сказала, что вот нужна наука. Вот что-то такое, какой-то прорыв научный, в докладах, какое-то вот что-то такое, что может перевернуть науку, там, педагоги. Ну, знаете, наверное, это не та площадка, не та площадка, где мы устроили какой-то вот, какой-то взрыв, потому что задача немножко другая. Это молодых ученых. То есть... Бывает, что молодые люди тоже что-то бывают такого, как будто искру? Ну, вот, честно скажу, вот какого-то там супер, там, что-то такого, вот, изобрели, да? Конечно, нет, но радует то, что те методики и те исследования, как российских ученых, так и зарубежных, то есть, вот, ребята выходят на какую-то такую уже траекторию серьезную, то есть, и уже язык, которым они выражаются, да, и порой мы за ними не успеваем, потому что это совершенно уже другая терминология, ну, такая характерная для современного вообще молодых людей, ну, и они ну, какой-то другой языке уже говорят, да, то есть... Ну, это нормально, это нормально. А здесь, вот, для меня важно, чтобы те базовые, там, методология, чтобы они научились, да, они научились докладывать, они не боялись этой трибуны, потому что, ну, вот, как я уже говорил, те люди, которые сидели в жюри, то есть, там, 20 лет назад они были в качестве докладчиков на этой конференции, тоже были молодые ученые, и тоже им задавали вопросы, но, ну, видно даже, вы видели в полемике, то есть, не было какой-то агрессии, а было такое доброжелательное, то есть, каждый хотел что-то из членов жюри добавить, улучшить, порекомендовать, обратить внимание, то есть, вот, ну, для меня, как это, как я говорил, система, которая сама воспроизводит, ну, не то, что себе подобных, какую-то новую генерацию, да, у каких-то новых специалистов, обменивается опытом, причем, это такое активное, то есть, когда человек сидит в аудитории, ему докладывают пассивно, и он, а когда вот он доложил, он в состоянии стресса находится, потому что это тоже такое испытание, и вот здесь, как раз, прям по-свежему, по его, ну, мы сейчас как раз обсуждали, то есть, это как все всплывает, да, все недоработки, которые, как у спортсмена, все, что недоработали в зале, все на соревнованиях, оно выползает, да, вот здесь то же самое, все, что не учел, что я игнорировал, и считал ненужным, или неважным, на как раз, я считаю, что, как я уже и ранее говорил, то есть, какой должен быть формат, то есть, вот, Евгений Михайлович, почти 50 лет, проработал на кафедре, он готовил кадры, ну, и, собственно говоря, сейчас не педагогические, а такие научно-педагогические кадры, мы готовим, и как бы, вот сегодня говорили, вопрос контроля, как контролировать технико-тактическую деятельность, там, да, то есть, как оценить уровень подготовности, вот мы на сегодня оцениваем, чего стоят эти ребята и девчонки, то есть, что они умеют, чем они, на каком языке они говорят, как они пишут, как они излагают это, вот, в принципе, я считаю, что это очень в формате Чумакова, то есть, это характерно для него, для его, как бы, вот этой линии педагогической, мне кажется, мы на правильном пути. 23-й раз прошла конференция, вообще, по вашему мнению, насколько конференция, проводимая в ЦАЛИ, которую вы ведете, ну, ее статус в Российской Федерации на уровне вот таких конференций молодых ученых, как-то вот, какой-то анализ делали? я, ну, наверное, знаете, как, когда говорят, то есть, вот, есть какое-то видение каких-то принципов, каких-то, каких-то, ценностей человека, ну, и, как бы, невозможно весь мир там согреть, обнять, согреть, но, как бы, те люди, которые соприкасаются, с которыми приходится работать, общаться, ну, пытаешься, насколько возможно, воздействовать на них, да, доносить какие-то, ну, на мой взгляд, какие-то ценности человеческие. Удается, не удается, иногда это вызывает агрессию. Вот, условно, сейчас образовался некий такой клуб, да, то есть, вот, вы видите, люди общаются, люди улыбаются. Это своего рода такой чумаковский клуб, да, вот, как бы. Да, то есть, это, то есть, мы не пытаемся, мы не пытаемся замахнуться и с кем-то соревноваться. То есть, ну, условно, как, как пирамида, то есть, у меня есть ученики, которые прошли, они, они понимают, что здесь их ждут. Вот они приехали, и здесь их дом. И потихонечку, условно говоря, этот клуб, он наполняется новыми лицами, новыми исследованиями. Люди улыбают, люди сопереживают, находят, по какой-то даже короткой общении, они находят какие-то новые пути реализации своих идей за счет вот этой коммуникации. Поэтому, вот, на вопрос, насколько мы находимся, и, там, слово конкурирует не очень, там, с другими, там, конференциями, абсолютно вопрос это не интересует. То есть, есть, конкретно, есть кафедра, есть Чумаков, есть его последователи, есть его ученики, и, ну, есть вот эта приемственность поколения. Ну, то есть, мы не можем, чтобы семья была, часть ее жила в Америке, часть жила в Австралии, часть, там, в Японии. Ну, а семья, это семья, она все равно, вот, как-то, она может жить, ну, то есть, она все равно какая-то, вот, границы ее понятны. Хочется чего-то такого, но, это вопрос, нужно ли. И в завершении Ваши пожелания тем, кто уже принял сегодня участие в этой конференции, кто принимал в предыдущие годы и будущим участникам? Ну, чтобы мы продолжали нас удивлять, пока мы силы есть, пока мы готовы организовать эти конференции, не вызывает раздражения, то есть, вот, последние там нужно было вычитать сборник, создать, а он там, ну, в принципе, уже за 200 страниц, ну, традиционно, вот, как-то, да, раньше, когда я первую конференцию проводил, я звонил, уговаривал, просил, сейчас люди присылают, присылают, меня ищут, беспокоятся, переспрашивают, ну, вот, смотрите, заявилось 15 человек, 15 человек доложилось, никто никуда не исчез, все досидели и все выслушали и доложили, ну, вот, это какой-то такой, знаете, вот день календаря, 16 февраля, день рождения учителя, вот, мы пришли и отдали дань, да, вот, слава богу, вот сейчас есть памятник, и реже стало на кладбище ездить, как и Михаилович, а сейчас, я думаю, при сегодняшних снегопадах вообще туда не добраться, то есть, там, даже, я думаю, и камня не видно уже, здесь есть возможность, здесь есть возможность, вот они возвышаются, наши апостолы, да, то есть, есть возможность прийти, я даже, может быть, рассказывал такую историю, когда приехал, в Москве был с женой, с дочерью, один из аспирантов, из Польши, ну, приехал в Москву показать, он там аспирантом учился, и когда мы поехали, я повел к этому памятнику, то есть, первый раз, это 2002 год, 2004 год, 2004 год, мы проводили чемпионат мира среди студентов, под ЗИДО, то есть, я его повез на кладбище туда, в Троекурово, и, ну, как католик, он встал на одно колено, на вот это, мраморное, это обрамление, встал на одном колено, и молился, я ушел, и точно так же, когда мы приехали здесь, к монументу, к этому бюсту, я также ушел, он купил цветы, запретил мне, чтобы я их купил, то есть, он потратил свои деньги, сам их возложил, и тоже, встав на одно колено, молился своему учителю, это к вопросу, что вот мы разные, мы живем в разных странах, мы разные веры, разное воспитание, но не могут же люди ошибаться, правда? В Монголии, его, в Словакии, когда я звоню, я, лица у людей расплываются в улыбке, то есть, они вспоминают с теплотой об этом, поэтому, вот, пожелание, чтобы люди сюда приходили, чтобы было комфортно, чтобы они чувствовали себя, как дома, ну, и удивляли нас своими какими-то такими вкусными открытиями, я, ну, стараюсь, стараюсь со своими аспирантами, ну, есть взлеты, есть какие-то разные были времена, были времена, когда у меня там аспиранты забирали все, то есть, не потому, что я как-то влиял, то есть, я как раз-то вообще здесь наоборот, за то, чтобы гости получали призы, то есть, ну, это хорошо, то есть, когда мы говорим, что там в спорте честное судейство, ну, вот есть, я даже в качестве члена жюри не выступаю, то есть, я модератор, я задаю вопросы, я управляю, как бы, публикой, да, но я не ставлю оценки, потому что я, ну, как бы, один из тех руководителей, который готовил этих аспирантов, магистров, студентов, и я не хотел бы их судить, то есть, чего они стоят, я сам знаю, поэтому оценка даже вот этих приглашенных людей, ну, я их уважаю, их мнение, согласен, не согласен, это абсолютно неважно, если они так поставили, ну, значит, это так, то есть, для этого есть жюри, для этого есть разное видение, разное мнение, ну, вот, они отсудили так, ну, вот, поэтому, когда мне сказали, что выиграл, фехтовальщик с докладом фехтование на колясках, я для себя сказал, ну, почему нет, это же классно, если выиграла девочка, фехтовальщица, которая нормально отвечала на вопрос, которая ориентируется в терминологии, в методиках, которая моментально реагирует, как фехтовальщик, да, на выпад, это же здорово, и третья, завоевал, питерский аспирант, который пишет на такую сложную тему, который показал тоже достаточно такой кругозор, и если где-то мои аспиранты чуть-чуть не добрали, знаете как, нам кажется, что воспитывает, воспитывает первое место, нет, воспитывает то, что рядом, потому что когда человек, вот он уже наступил на этот, на этот горизонт, я сегодня вот у памятника говорил, то есть у вас должно быть состояние, что вы движетесь в своем развитии, к линии горизонта она все время отступает, если вы встали на нее, поплевали, то есть все, жизнь остановилась, и поэтому вот мне кажется, что те, кто чуть-чуть им не хватило, там же по медиа, допустим, также Георгия, то есть человек, который прошел, участвовал сейчас, вернулся с фронта, да, и собственно говоря, с таким желанием вы видели, он мог ошибаться, он мог что-то неверно говорить, но согласитесь, насколько искренний был посыл, то есть ему очень хочется, чтобы сам бы тоже занял передовые позиции, и мне кажется, ну вот так, то, что я сказал, когда мои там друзья военные обсуждали, говорит, ну если этот парень в окопе думает, о науке, то есть он точно не погибли, потому что люди, которые, им все равно, они, а этот, этот сидит и с автоматом в обнимку, и думает о том, как лучше написать, о чем написать, как вкусно это преподнести, ну вот, вот так. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Я, может быть, очень много и путан, но, да, это, ну, скорее, такое, знаете, пост, пост, уже такой, на фоне. Ну, я думаю, что все, кто посмотрит, вот, репортаж, который я немножко, так сказать, отснял, и... А вы кого-то еще проинтервировали? Нет, я, в принципе, снял всех докладчиков, вот, ну, какой-то сделал николаш, наверное, не буду все изучать, потому что много часов, но я думаю, что вот, кто-то, я думаю, и из других учебных заведений может и присоединиться на следующий год, ну, и вот, конференция молодых ученых будет продолжаться, и... А вы будете готовиться к ней чуть-чуть заранее, чтобы... А я буду готовиться когда я сижу одной ногой уже там бежать куда-то в типографию, другой рукой там набирая там последние грамки, чтобы я... Не было желания вас послать. Да, и на этой позитивной ноте мы прощаемся со всеми. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.